Новости среды 22 апреля Новости среды 22 апреля Новости среды 22 апреля Новости среды 22 апреля и позволяет онкобольным полностью проходить обследование и с установленным диагнозом уже ехать в Казань на стационарное лечение. Здесь Айрат Хайрулин и Адель Вафин отметили важность развития в Альметьевске детской хирургии как одного из приоритетных направлений развития здравоохранения. И эта тема в том числе и задача для того, чтобы доступность медицинской услуги в городе Альметьевске, в четвертом городе Татарстана, она существовала. В какой форме и на каком этапе мы это отдельно еще рассмотрим и соответствующий план подготовим. На капитальный ремонт и оснащение онкодиспансера выделены дополнительные средства. В июне будет открыта расширенная онкологическая поликлиника, что позволит, считает Адель Вафин, снизить смертность от онкологических заболеваний. Важно, отметил министр, сделать все, чтобы привлечь к работе специалистов из других городов. Следующим пунктом стал офис врачей общей практики «Семейный доктор». Здесь министр познакомился с врачами и пациентами и даже дал несколько рекомендаций. «Поэтому надо регулярно пить то, что она выписывает, не пропускает. Вот 200 бывает, когда вы пропускаете». Также министр посетил офис детского врача «Педиатр и я». Последним пунктом в обширной программе визита Аделья Вафина в Альметьевск стал медицинский колледж, где прошла встреча со студентами. Министру рассказали о проекте будущего симуляционного центра для фельдшеров первого звена на базе медколледжа. Его планируется реализовать в ближайшем будущем. На совещании с руководителями медицинских учреждений и представителями управления здравоохранения Адель Вафин дал положительную оценку работе учреждений здравоохранения в Альметьевске. И хотя пока Альметьевский район находится на восьмом месте среди районов республики, главная задача – войти в число лидеров по медицинскому обслуживанию. Вопросы здравоохранения являются одним из приоритетов. Я это на сессии сказал. Мы должны быть лидером здравоохранения. Альметьевский район имеет весь потенциал для этого, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно, безопасно и мог получить необходимую, в случае в жизни всякое бывает, необходимую медицинскую помощь. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ В Альметьевские дома ремонтируются по новым технологиям. Строители обещают, что в таком жилье летом будет не жарко, а зимой не холодно. Это стало возможным благодаря современному утеплителю. Всего в этом году в городе обретут новую одежку – 34 многоэтажки. По словам подрядчиков, работы на некоторых объектах ведутся с опережением графика. Каждое утро Монавир Хасаншин спешит к окну, чтобы посмотреть, насколько продвинулся ремонт. Мужчина сейчас и не вспомнит, сколько живет на улице Тукая-19. Но знает точно, такие масштабные ремонтные работы в его доме проводятся впервые. А временные неудобства можно и потерпеть. Без шума нельзя. Работа такая, шума. Шум-то приятный? Приятный. Окна поставили вон, пластиковые. Все делают. А вот старшая по дому Валентина Голенищева все цифры и факты держит в голове. Женщина знает, в каком году многоэтажка была построена. Когда в ней сделали текущий ремонт в подъезде, утеплили швы, покрасили цоколь. Теперь вот и капитального ремонта дождались. Так что дом постепенно обретает новую одежку. По нашим заявкам ремонт дом управления у Альянса все-таки это делало. Теперь мы очень долго ждали капитального ремонта. В 1966 году был дом сдан в эксплуатацию. Мы писали письмо, обращались. И администрация города пошла нам навстречу. Не было бы всего этого без федеральной программы капитального ремонта жилья. За время действия программы с 2008 года в Альметьевском районе было отремонтировано 383 дома. В 2015 планируется сделать ремонт еще в 34. Работают на объектах 18 подрядных организаций, которые проверены временем. В нашем дом управления будет отремонтировано 5 домов жилых. То есть Тукая 19, где мы находимся сейчас. Тукая 5, он ниже находится. В Ахредина 59, 63. И маленький домик советской 189. На этом доме работает у нас ООК «Обстрой». Он работает уже не первый год, с 2008 года они не один дом уже отремонтировали. То есть работают добросовестно. Как рассказал руководитель строительной фирмы, жильцам будет комфортно в отремонтированном доме. Капитальный ремонт проводится с помощью новых технологий. Дом обшит с использованием утеплителя, произведенного из базальтового волокна. Летом в квартирах будет прохладно, как с кондиционером, а зимой тепло, как на русской печке. Утеплители, принцип их работы заключается в том, что они являются плохими теплопроводителями. То есть зимой они не выпускают тепло из дома, а летом не пропускают тепло внутрь дома. После того, как дом более-менее остыл, они держат температуру. И в этом и заключается смысл этих работ. Помимо этого в доме заменили кровлю, инженерные сети, утеплили чердак, в подъезде установили пластиковые окна, обшили балконы. Но у жильцов осталась еще одна неосуществленная мечта. Они хотят, чтобы цветовое решение их дома было ярким, например, розовым. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевск ТВ. Можно ли прожить на зарплату в 5000 рублей? Почему фирма, где работают 14 человек, перечисляет отчисления в пенсионный фонд только за половину своих сотрудников? А другая фирма, зарегистрированная в республике Чувашия, работает в Альметьевске и регулярно сдает нулевую налоговую отчетность? На эти вопросы предстояло ответить руководителям предприятий, приглашенных на заседание Межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации серого рынка труда. Участникам встречи напомнили, что административные санкции для недобросовестных работодателей с 1 января этого года ужесточены. Так, за уклонение от оформления трудового договора или его подмену гражданскоправовым, работодателю грозит штраф от 5 до 100 тысяч рублей. При повторном правонарушении штраф может вырасти до 200 тысяч. Стоит отметить, что с 1 января минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере составляет 5 965 рублей и 6 420 рублей во внебюджетной. Прожиточным минимумом 6 988 рублей. Минимальный потребительский бюджет 12 087 рублей. Парагноз безопасности, так называется, социальный проект, посвященный проблеме плохой видимости на дорогах. Он проходит в эти дни в детских садах Альметьевска, Веснянка, Белоснежка и Терек. Педагоги рассказали дошкольникам об особенностях поведения в условиях непогоды. С помощью игр дети узнали о влиянии погоды на дорожные условия, закрепили знания о дорожных знаках, получили информацию о том, как важно быть заметными на дороге. Быть пешеходом, по всей видимости, предстоит и герою нашего следующего сюжета. Остался без автомобиля и без денег. Житель Альметьевска, увидев на сайте иномарку по привлекательной цене, загорелся желанием приобрести ее. Созвонился с владельцем, который попросил предоплату – половину стоимости. Доверчивый покупатель, не видя машины, перечислил деньги. В результате ему пришлось обратиться в полицию. Любовь с первого взгляда случилась у 34-летнего Альметьевца. Влюбился мужчина в автомобиль марки Тойота. Не меньше привлекла его и цена машины – 270 тысяч рублей. Иномарка была 2004 года выпуска. По номеру, указанному на сайте бесплатных объявлений, он решил позвонить владельцу. Под предлогом срочной продажи авто, деньги требовались якобы на дорогостоящее лечение, мужчина попросил потерпевшего перечислить предоплату в размере 150 тысяч рублей. После того, как деньги были получены, злоумышленник пообещал встретиться на следующий день и оформить покупку. Мужчина, даже не видя автомобиля, перечислил предоплату. Но на следующее утро хозяин машины сообщил, что приехать не может, так как находится в больнице. После чего попросил покупателя перечислить оставшуюся сумму. Покупатель засомневался в порядочности продавца. Как оказалось, не напрасно, он перестал отвечать на звонки. В этом году в Альмитевске было зарегистрировано 20 мошенничеств. В трех случаях доверчивые горожане лишили сбережений благодаря сообщениям с сайта бесплатных объявлений. Не торопитесь, махинаторы могут настаивать на упрощенной процедуре оформления сделки, вынуждая к спешке. Не занимайтесь покупкой в одиночку. Возьмите на встречу с продавцом родственников или друзей. Ключи должны быть в полной комплектации и совершенно одинаковыми от производителя. В противном случае вы рискуете неожиданно узнать о том, что ваша машина угнана или находится в розыске. Также помните, владелец должен предоставить оригинал документов. Дубликат может оказаться подделкой. И, наконец, покупайте машину только после того, как увидите ее вживую, а не на сайте. Ольга Степанова, Николай Быков, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Работу рыбного цеха, расположенного на улице Индустриальной, в Альметьевске остановили из-за антисанитарии. Такое решение было принято на основании проверки специалистов Альметьевской городской прокуратуры совместно с представителями управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Проверка выявила грубые нарушения санитарного законодательства в цехе, где происходила обработка рыбы, которая впоследствии поступала на прилавки магазинов. По результатам проверки индивидуальный предприниматель Садыков привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно за нарушение изготовителям требований технических регламентов, обязательных требований к продукции и связанных с требованием к продукции процессом производства, хранения и утилизации, а равновыпуск в обращении продукции, не соответствующий таким требованиям. К другой теме. В Альметьевске стартовала весенняя неделя добра. Под девизом «Делай, учись, делись, изменяйся» студенты Института экономики, управления и права встретили акцию «Позитивным танцем и весенним настроением». Слэш-моб – это танец, который объединяет людей, который сплочает. Для того, чтобы танцевать танец, не нужно быть профессиональным танцором, достаточно дарить друг другу положительную энергию, положительное настроение. Акция уже на протяжении 18 лет объединяет усилия сотен тысяч добровольцев по всей республике – школьников, студентов, представителей различных учреждений, органов власти, средств массовой информации и всех желающих. Каждый день на неделе добра будет чему-то посвящен. Началась она со дня дружбы, а завершится 27 апреля днем доброго итога. Не случайно акцию назвали «Неделей добра». В ее рамках в Нефтеграде пройдут уроки добра в школах и детских садах, акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социальные и экологические акции. Сегодня во многих городах России и ближнего зарубежья прошла акция «Георгиевская лента». Она посвящена празднованию победы над фашизмом. Акцию поддержал и Альметьевск. Сотни горожан получили из рук волонтеров символы доблести и мужества, чтобы приколоть их на грудь в знак памяти о том, какой ценой далась Великая Победа. Разгар рабочего дня все спешат по своим делам. Но на неожиданное предложение волонтеров поддержать добрую традицию Дня Победы никто не ответил отказом. Совсем скоро вся страна будет праздновать День Победы. И именно поэтому наш институт участвует в акции «Георгиевская ленточка». То есть случайно прохожим мы будем давать наши георгиевские ленточки, и пусть они радуются. Это, на мой взгляд, очень важно. И это не только из-за того, что этот год как бы юбилейный год. Надо, на мой взгляд, всегда делать так, чтобы все помнили об этом подвиге. И не только в преддверии 70-летия. Лично мне и вообще, мне кажется, всей бы молодежи было бы приятно видеть веселые лица именно День Победы. Естественно, нельзя забывать то, что это было тяжелое время для наших дедов, прадедов. Но мы должны как можно ярче встретить этот праздник. С цветами, шарами. Чтобы люди улыбались, смеялись, пели военные песни, танцевали танцы. Чтобы мы действительно радовались жизни, потому что деды и прадеды нам эту жизнь подарили. Черный дым, оранжевый пламя – это традиционное толкование цветов георгиевской ленты. Для многих она оказалась не просто знакомым символом, а чем-то личным. Горожане в этот день говорят о том, что чувствуют свою причастность к грядущему празднику. Вот у меня тоже где-то воевал. Я ему благодарен очень этому, потому что так он нам дал свободу. Вспомнили подвиг ветеранов сегодня не только в России. Акция «Георгиевская лента» стала международной и проводится в 70 странах. В близких нам Белоруссии, Армении, Узбекистане и Грузии, а также в государствах Европы и Америки. Мечтают стать журналистами. В редакции газеты «Альметьевский Вестник» прошла встреча поколений. На встречу с профессиональными журналистами пришли начинающие газетчики и телевизионщики. Они планируют выступить на журфак и хотят, чтобы в будущем их имена стали известными. А пока принимают участие в фестивале молодежной прессы «Золотое перо». Первая встреча начинающих журналистов с уже состоявшимися мастерами пера прошла в дружеском кругу. У каждого из приглашенных наставников ученики перенимали не только профессиональный, но и жизненный опыт. Рассказы практикующих авторов были полны искренности и любви к своему делу. Затрагивали тонкие струны творческих устремлений. Молодежи было интересно не только узнать, как складывается творческий путь журналиста, но и заглянуть в самые отдаленные тайники этой профессии. Наша главная задача – это формирование у молодежи духовных ценностей и способствовать развитию, возрождению языка и культуры и привлечь как можно больше талантливых детей к творчеству. С фестиваля молодежной прессы «Золотое перо» начинается профессиональный путь многих журналистов. Проба пера у Камилы Гореевой состоялась именно на этом конкурсе. И сегодня она на пути выбора профессии. Еще в прошлом году она видела свое будущее в газете, но сейчас поменяла свое решение. Журналисты яркие люди. Они всегда в центре событий. Вот именно это мне нравится в них. Но как человек я, скорее всего, не смогу что-то слишком откровенно сказать. «Школа молодого журналиста» – актуальная рубрика на страницах газеты «Альметьевский вестник». В следующем номере рассказам начинающих авторов будут посвящены две полосы. Асуга Таулин, Николай Быков, Альметьевск ТВ. И приятные новости в завершение выпуска. В Альметьевск приехал цирк «Шапито». Он входит в пятерку лучших цирков России. Возможность насладиться выступлениями заслуженных артистов у жителей Альметьевска есть до 26 апреля. Обходить эти леопарды привыкли людей, но не препятствия. На арене цирка «Шапито» «Золотой дракон» готовы выполнить любой трюк – ходить по крохотным ступеням, запрыгивать на тумбу. Ради аплодисментов эти животные даже прыгают в огонь. Чудеса дрессуры в этом цирке показывают не только леопарды. Собаки на арене пускаются в пляс и вертятся, как белки в колесе. Бонни ходят на задних ногах. Кошки готовы протиснуться сквозь самые узкие проемы. Есть ли предел человеческим возможностям? Ответить на этот вопрос в цирке «Шапито» «Золотой дракон» помогают уже профессиональные артисты. И доказывают, что можно не просто жонглировать, а делать это в танце. А прыгать через какалку, даже сидя на одном колесе. Главный закон программы – никаких минорных нот, лишь положительные эмоции. Без халтуры, зато с экстримом. Так проходит коронный номер цирка «Шапито» «Золотой дракон». Древнекорейское искусство «Кихаб» демонстрирует сам директор цирка Евгений Ким. Цель – доказать возможности человека безграничны. Ему под силу пройти и по лезвию острого меча, и выдержать вес двухтонного автомобиля. Со своей программы цирк «Шапито» «Золотой дракон» колесит по стране уже шесть лет. Мастерство его артистов аплодируют зрители от Калининграда до Владивостока. Здесь объясняют секрет в сильной программе, и на ее шлифовку уходит каждая минута свободного времени. Душу отдаем. Зритель это чувствует. Отдача зрителя происходит намного ярче и ближе. Субтитры создавал DimaTorzok Билеты можно приобрести в кассах цирка. Шатер расположен возле Дворца спорта «Юбилейный» напротив футбольного поля «Алнас». Также продажи билетов производятся в торговом центре «Панорама», первый этаж, отдел «Пульты». И это все новости на сегодня. Эфир канала продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Пятница Альметьевск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова